в серийном фильме «В поисках истины». Автор сценария – Хосе Игнасио Кабрухас. В фильме также снималась Америка Алонсо. Ты не должен был её пропускать. Сеньор, она пригрозила, что разнесёт гостиную. Сейчас она узнает, кто я такой. Не беспокойся. Я прекрасно знаю, кто ты. Ты в моём доме? Да, я в твоём доме. И сейчас посмотрим, куда денется твоё самомнение и всесилие, когда ты узнаешь то, что я пришла тебе сказать. Виктория Герреро. Почему вы здесь и с Перлой? Всё имеет объяснение? Всё имеет объяснение, разумеется. Я отсюда не уйду, пока вы мне не дадите этого объяснения. Закончи раз и навсегда со своими тайнами и немедленно уйди из моего дома. Не раньше, чем ты меня выслушаешь. Всё, что ты скажешь – грязь. Ты прав. Грязь. Но пачкает главным образом тебя. Говори, что ты должна сказать. Не собираюсь терпеть тебя здесь. Я хочу многое тебе сообщить, но самое важное, о чём я собираюсь сказать, тебе сильно не понравится. Говори, наконец. Хочу, чтобы ты знал Хосе Игнасио. Твой отец любит меня. Ту самую Иоланду Убьету, которую ты презираешь. Я женщина Аугусто Кентане. Я жду, чтобы вы мне ответили на два вопроса. Во-первых, где Иоланда? И во-вторых, какие между вами отношения? Видите ли, сеньор Аугусто, есть вещи, которые не всегда просто объяснить. Конечно. Тем не менее, я думаю, что простые вещи объяснить просто. Мы знакомы. Знаете, что я думаю? Что? Что вы, вы, Иоланда, мой сын и моя собственная жизнь, как-то взаимосвязаны. Закончилась череда случайностей. Одно взаимосвязано с другим. Я отсюда не уйду, пока вы мне всё не объясните. Ни твоё прошлое, ни твоё настоящее не дают тебе право марать имя моего отца. Речь идёт не об этом, а о правде. Правда в том, что мы вместе с Аугусто. И ты этого не изменишь, нравится тебе это или не нравится. Я не изменю. И сменит мой отец, когда узнает, кто ты. Твой отец прекрасно знает, что я была жертвой твоих игр. О чём ты говоришь? Твой отец знает, что мы с тобой были любовниками. И это его не волнует. Этого не может быть. Но это так. И хочу, чтобы ты знал, мы с Аугусто поженимся. Это будет не так легко. Я знаю. Ты прав. Если ты скажешь, Аугусто, о той части моего прошлого, о которой я презираю и предпочитаю хранить в тайне, всё будет разрушено. Поэтому я пришла, чтобы сказать, если ты это сделаешь, если скажешь хоть одно слово, то я расскажу всё, что знаю о несчастье Альберто и о трагедии Даниэлы Мартинес. Ты ничего не можешь сказать, потому что ничего не знаешь. Это всего лишь бравада продажной женщины, у которой нет принципов. Что ты знаешь о принципах? Мужлан, набитый миллионами. И единственное, что ты умеешь, кичиться деньгами. Говори, наконец, и покончим со всем этим. Ты виновен в восьми годах паралича и потерянной жизни Альберто. Ты сломал жизнь и упрятал в тюрьму Даниэлу Мартинес. Хочешь, чтобы я продолжала? Ты готов всё выслушать? Вы меня простите, сеньор Кентано, но я не вижу ничего странного в том, что две, три или сколько угодно женщин могут быть подругами или просто знакомыми. Может быть, батальон женщин, но меня удивляет ваша дружба. Меня удивляют ваши отношения. Вы так об этом говорите, сеньор Кентано, как будто здесь женский заговор. Даже может показаться, что Иоланда вас обманывает. Это не так? Я хочу знать, и это логично. Разумеется, вы правы, но я не вижу смысла всё осложнять. Видите ли, дело в следующем. Виктория работает на ферме вашего сына. И моя дочь тоже. Ваша дочь? Да, Сильвия Гарси. Она работает непосредственно на сеньора Мендосу. Там она и познакомилась с Викторией. Я познакомилась с Сильвией, потому что я секретарша сеньора Мендосы. Сильвия пригласила меня сюда. Что плохого, если я пришла и познакомилась с хозяйкой этого заведения, которая также и мамой Сильвии. Ну что ж, в ваших словах есть смысл. Видите, всё просто. Как насчёт Иоланда? Я хочу знать, где она. Привет. Привет, дочка. Привет, Виктория. Как дела? Как дела? Я слышала, вы спросили про Иоланду. Думаю, она в доме вашего сына. Что? А вы не знали? Иоланда мне сказала, что пойдёт к Хосе Игнасио Кентани. Ты отправил своих бандитов избить Альберто из ревности, потому что ты худший из трусов, которые прячутся за чужую спину. Не злоупотребляй моим терпением. Почему бы нет? Ты же злоупотребляешь людьми. Я тебя не боюсь, ни тебя, ни Рестрепа. Какое отношение имеет к этому Рестрепу? Какое? Он убьёт меня, если я раскою рот. Он пригрозил мне, чтобы я молчала. Ещё одна твоя ложь. Приведи его, и я подтвержу всё при нём. Почему ты не сказала, когда должна была это сделать? Опасность была такой же, что и теперь. Раньше у меня не было таких чувств, как сейчас. И ты говоришь о чувствах. Когда ты что-то кому-то чувствовала. Я чувствую любовь к твоему отцу, и она мне помогает противостоять тебе и Рестрепу. Ты сумасшедшая, твоя фантазия не имеет границ. Это не фантазия, это факты. Я могла бы рассказать со всеми подробностями, как ты сломал жизнь Даниэля Мартинеса. Что ты об этом знаешь? Многое. Но сейчас не время, потому что я решила прийти в свой дом, и я ухожу. Что ты знаешь о Даниэле? Говори. Знаю, что она никогда не занималась наркотиками. Знаю, что она страдала от твоей любви из-за сына. Она никогда тебя не обманывала, ты разбил ей сердце и убил её. Ты лгуня. Если бы ты столько знала, то знала бы, что она жива. Иоланда пошла к Хосе Игнасио. Сильвия, ты в этом уверена? Нет. Возможно, я неправильно поняла. Я не уверена. Я должен идти. Синьор Кентано, не уходите. Не наставь, пожалуйста. Я должен пойти к Хосе Игнасио. Почему бы вам не остаться? Иоланда скоро придёт. Я должен уйти. Синьор Кентано. Ради бога, Сильвия. Я поступила без такна. Нет. Ты всего лишь сказала правду. Но не нужно было её говорить. Прости, мама. Я ничего не знала. Дело сделано. Господи. Что же теперь будет? Хоть бы это было правдой, Хосе Игнасио. Хоть бы она была жива. Потому что, если это так, она отомстит тебе. Она сбросит тебя с пьедестала, на которой ты взобрался. Она спустит тебя на землю и даже ниже, чтобы вся душа твоя заполнилась грязью. Оставь моего отца. Надо же. Похоже, ты не теряла времени. Я должна была задержать Аугусто. Любым способом помешать ему пойти к Хосе Игнасио. Ты должна была задержать Иоланду. Опасен не Аугусто, а его сын, Хосе Игнасио. А Сильвия? Надо же было ей прийти и ляпнуть про Иоланду. Сильвия ничего не знала, она сказала правду. Кроме того, уже ничего не исправишь. Налей мне, пожалуйста. Так ты не поможешь Иоланде? Я немного успокоюсь. Хорошо, Перла. Иоланда прекрасно знает Хосе Игнасио Кентано. Она знает, что он сделал мне и Альберту. Знает степень риска. Я, полагаю, она знает, как себя защитить. Норберто, дай мне сумку. Что ты собираешься делать? Я поеду туда. Подожди. Не делай глупостей. Я не могу оставаться спокойной, зная, что Иоланда в опасности. Ты не можешь поехать. Ты много выпила, не в состоянии везти машину. Успокойся. Поехали со мной. Мне с тобой? Иначе я поеду одна. Хорошо. Я поеду. Карл, это не то, о чем ты думаешь. Нет. Ваш муж прав. Мы не любовники. В течение долгого времени были ими, но сейчас мы враги. Непримиримые. Думаю, пришло время откровенного разговора. Говорить не о чем. Сеньор уже уходит. А ты оставь меня в покое. Не за чем просить меня об этом. Хосе Игнасио, ты сам помешал мне уйти. Подождите. Возможно, вам даже будет приятно услышать это. Я сказал, сеньора уходит, Карла. Знаешь, трудно подобрать более подходящий момент, ведь мы все трое специалисты по любовникам. Ты не понимаешь, что говоришь. Ты не хочешь говорить об обмане, неверности, о предательстве. Я знаю намного больше, чем ты полагаешь. Замолчи, Карла. У тебя было много любовниц. Среди них и сеньорита. Тебя никогда не интересовало, был ли у меня хоть один любовник. Я тебе сказал, замолчи, ты бредишь. А если я назову тебе именно? Сеньора. Простите, меня не интересуют ни ваши любовники, ни любовницы сеньора. Я пришла по другому делу. Что касается тебя, если хочешь продолжить начатый разговор, спроси у отца, где найти меня. Помни, Хосе Игнасио, тебе лучше молчать. Потому что ты можешь оказаться за решеткой. Слишком много подлости, и я не хочу, чтобы это всплыло. Не забывай, в этом замешан ты. Маркус, ты сумасшедший. Как ты заберешься в этот дом? Перестань скулить и шагай. Если нагрянет полицию, у нас будут большие неприятности. Знаешь, что произойдет? Они подумают, что мы воры. Подумают на тебя, потому что ты черный. Сейчас тебе придется тащить лестницу одному. Понял? Замолчи. Мы уже пришли. Иди, иди сюда. Маркус, а как ты узнаешь, где комната А на верхине? Успокойся. Я уже это знаю. Все просчитано. Так что успокойся. Значит, нужно перебраться через стену, а затем приставить лестницу к окну. Да ты сошел с ума. Хватит болтать и помоги поставить лестницу. У нас будут неприятности. Да еще это маска. Вот что я тебе скажу. Мы окажемся за решеткой, и все потому, что ты хочешь развлечь эту богачку. Не называй ее так. Она принцесса. А я Зоро. Понял? Зоро. Дурак. Вот кто ты. Ладно, Педридо. Послушай, что я тебе скажу. Я любой ценой проникну в комнату Анны Верхини. А ты друг Зоро. Ты не мой. Поэтому замолчи. Понятно? Папа, уверяю тебя, у меня ничего нет с этим юношей. Когда мы молодые, то думаем, что жизнь проста. Ты в кого-то влюбляешься, этот кто-то тебе отвечает за имностью. И все прекрасно. Вперед с песнями, как вы говорите. Но тут начинаются трудности. Почему? Потому что если человек, который тебя любит, тебе не подходит, ни твоего уровня, то он может сломать тебе жизнь. Выбросить за борт все твои возможности. Дочка, ты можешь иметь все, о чем мечтаешь. Но если ты влюбишься в посредственность, в бедняка, ты будешь несчастной всю жизнь и сделаешь несчастливыми всех, кто тебя любит. Скажи, дочка, ты этого хочешь? Всю дорогу я тебе говорил, что это невозможно, что я не встречу тебя здесь. Перла сказала, что я здесь. Ты знаешь, твоя подруга тебя не выдаст. Проговорилась ее дочь. Мне нужно было многое прояснить. С моим сыном. Да? С Хосе Игнасио. Мы собирались прийти вместе в этот дом. Я хотел, чтобы ты вошла под руку со мной. Папа, Йоланда не та женщина, какая тебе нужна. Да, ты прав, Хосе Игнасио. Она не женщина, о которой я мечтаю. Йоланда женщина, которую я люблю. Я не знаю, зачем она к тебе пришла без меня. Если бы здесь не было Карлы, я бы умирал от ревности. Подумал бы, что между вами не все закончилось. Я бы не была так уверена. Я пришла неожиданно и застала их вместе. Это неправда. Я пришла сюда только ради тебя, Аугусто, потому что я люблю тебя. И если много лет назад мне не хватило мужества постоять за себя, сегодня я это сделала. Во имя того, что чувствую, к тебе. Готов. Будь начеку, в случае чего предупреди меня. Ведь я не мой. Как я тебе могу что-то сказать? Не остри, тебе это не идет. Я скоро. Будь внимателен. Это не справедливо, папа. Все, что я хочу сделать, я должна согласовывать с родителями. И правильно. Так и должно быть. В твоем возрасте многое кажется окончательно. Ты можешь верить, что встретила сказочного принца? Нет, это неправда. Я не говорю о сказочных принцах, я говорю о реальности. Как и ты говоришь. Не думай, что я такая дура. И мне можно заморочить голову. Какой-нибудь дурачок, выдающий себя за Зорро. Зорро. В чем дело, дочка? Папа, я тебя очень люблю. Прибыли. Прибыли. Да. Идем. Ты так считаешь? Не знаю, как ты, а я пойду. Возможно, я нужна Иоланде. Да. Я пойду с тобой. Отец Хосе Игнасио уже видел нас вместе. Ничего страшного. Выходи, идем. Почему я испытываю такой страх и такую боль от твоих слов, Иоланда? Что значит, что ты устала прятаться? От чего? От кого? Не понимаю. Твой сын знает. Хосе Игнасио, Иоланда была моей любовницей, папа. Много лет назад. Ради бога, Аугусто, ты что, не понял, что с твоим сыном ничего не заканчивается? Его страсть нескончаема. Она даже переходит порог смерти. Только этого нам не хватало. Посмотрим, кто там. Возможно, сейчас в твоем доме появится сама Даниэла Мартинес. Сеньорита Герреро, мы вас не ждали. В действительности, мы ждали Даниэла Мартинес, но проходите. Присоединяйтесь к клубу женщин Хосе Игнасио Кентаны. Создается впечатление, что мы планировали эту встречу. А вы кто? Еще одна любовница, Хосе Игнасио. Перла, что ты здесь делаешь? Простите, я всего лишь составила компанию Перли, она подруга Иоланды и беспокоилась о ней. Вы знакомы с Иоландой? Нет, я ее не знаю. Я не знаю, кто эта женщина. А я знаю обеих. Иоланда, прости меня, я не могла не прийти, когда узнала, что Аугусто поехал сюда. Я испугалась. Почему? Она была в доме моего сына, а не в доме бандита. Аугусто, послушай меня. Я не раскаиваюсь в том, что пришла. Я выговорила ему все, от чего задыхалась. Я сделала первый шаг, самый трудный. Было труднее сказать «да», на твое предложение. Теперь все в твоих руках. Я хочу жить с тобой, но как ты того желал? Без лжи. И если твой сын позволит, моя жизнь станет твоей. Иоланда, Иоланда, папа, не беги за этой женщиной, пока мы не поговорим. Я тоже пойду. Нет, напротив, лучшего момента не представиться, чтобы все прояснить. я должна идти, мне нечего прояснять с вами. Но, возможно, тебе будет интересно узнать, сейчас нас осталось двое, и теперь наша очередь услышать из уст Хосе Игнасио, какое место мы занимаем в его жизни. Что скажешь? ты сошел с ума? Как тебе взбрело в голову появиться в моей комнате через окно в этом наряде? Мне хотелось тебя увидеть. Сумасшедший. Говори, тише нас услышат. Глупец. Шут гороховый. Ты всегда мечтала, чтобы тебя навестил Зор. Но ты заставил меня понервничать, когда я тебя увидела, здесь был папа. А как ты догадалась, что это я? Сначала я не поняла, но потом до меня дошло, что это ты. У тебя могли быть неприятности с папой, если бы он тебя увидел? Мне так хотелось увидеть тебя. И также хочу, чтобы ты знала, что я на все способен родить тебя. Моя принцесса. Простите, но я должна идти. Уверю вас, сеньора Кентано, если здесь и нужно что-то прояснять, то только с вами. Я публично обвинила вас в связи с моим мужем. Если это ложь, если мужу удастся все прояснить, я даже попрошу прощения, о чем он меня умолял однажды. Я не могу выносить эту постыдную сцену. Я ухожу. Папа, пожалуйста, прошу тебя останься. Синьорита Виктория, мне нужно объясниться с вами, но сначала позвольте мне поговорить с отцом. Карло, пожалуйста, проводи ее. Мы ждем тебя в кабинете. Я не хочу ждать, я уйду. Пожалуйста, синьорита Герреро, простите меня. Всему свое время. Следуйте за мной. Знаешь, Буэн-Авентура ходит, ничего не соображает. Такой пьяный. Странно. Буэн-Авентура не пьет. Я даже предлагала ему бульон, думала, поможет. Он отказался. А что он хотел? Ничего. Пришел, наговорил кучу глупостей и ушел. Может, у него какая-то проблема? Беатрис, у нас у всех проблемы. Представь себе, если мы все ударимся в пьянку. сделай одолжение, отнеси бульон Буэн-Авентури. Как бы его инфаркт не хватил. Он столько выпил? Почему я? Почему сама не отнесешь? Ты зайди в комнату Маркоса, там есть дыра в стене, соединяющая два дома, его и наш. Нет, Амалия, он как будто заключенный, какой ужас. Если хочешь, отнеси прямо в комнату или оставь там. Хорошо. Но в следующий раз ты сама понесешь. Еще чего, я делаю это из милосердия. Ты знаешь, что бедняге даже некому воды подать. Разве у него нет тебя? Меня? Я тебе сказала, что сварила бульон из милосердия. Но вот что я тебе скажу. Буэна Вентура больше не придет в мой дом в таком состоянии. Никогда. Не понимаю, как ты мог связаться с этой женщиной. Папа. У этой женщины есть имя и скоро она станет моей женой. Это безумие. Как ты можешь говорить о безумии и об отношениях, если тебе так и не удалось полюбить серьезно, прочно на всю жизнь? Я ее знаю. Я тоже ее знаю. И думаю, вряд ли ты можешь так со мной говорить. Я делаю это, потому что ты мой отец. Поскольку я твой отец, ты должен уважать меня и также уважать женщину, которую я выбрал в жены. Ты меня беспокоишь? Беспокою? Это любопытно. Я тоже беспокоюсь, но не о себе и не о тебе, а о ней. О Баланде? Да. О ней. Почему она так тебя боится? Что ты скрываешь? Мне непонятно. Если я так для тебя важен как отец, доверься мне. Скажи, прошу тебя. Я не причиню вам зла. Не смотрите на меня так. У меня есть основания, сеньора Кентано? Вы довольно агрессивная женщина. Или будете это отрицать? Я агрессивна, когда боюсь потерять то, что меня интересует. Вы меня простите, но агрессивность не способ получить что-то или удержать кого-то. Что ты об этом знаешь? Что ты знаешь о моей жизни? Разве тебе когда-нибудь доводилось жить в тени другой женщины? Да. Мне самой пришлось быть тенью. Возможно, в моей жизни полно тайных секретов, но я не уверен, что тебе следует об этом знать. Ты говорил с такой уверенностью о моей жизни, о том, что мне подходит. Видимо, мне следует узнать твои секреты и твои тайны. из-за них ты такой, такой, скажи, какой, мрачный, погруженный в свои священные тайны. Может, они связаны с Даниилой Мартинес? неужели ты начинаешь чувствовать груз вины? Ведь как бы то ни было, ты ее любишь. Суп очень вкусный. Вам пойдет на пользу. Мне все идет на пользу, даже вы, Беатрис. Знаете, как хорошо пошла бутылочка. Она заставит меня забыть. Ложь, я ничего не забыл. А что вы пытались забыть? Беатрис, глазами видим, сердце не знаем. Посмотрите мне в глаза и скажите, что вы видите? Пьяные. Пьяные? от любви. От любви. Что это значит? Это безответная любовь. Буэн Авентура. В этой комнатушке, где вы меня видите, в этом дворце я счастлив, потому что я рядом с сеньорой Амалией. Буэн Авентура. Амалия, Амалия, женщина, которую я люблю, потому что она самая красивая. Беатрис, вы слышали эту песню? Да, но слова другие. Неважно, Амалия моя песня, я вставляю любые слова. Почему вы ей не скажете? Я ей сказал, Беатрис сказал сегодня. И что она ответила? Что она ответила? Отправила меня спать, как мальчишку. Буэн Авентура. Завтра будет новый день. Поспите, и все пройдет. Я пришел с другом из квартала. он ждет внизу. Маркос, у вас могут быть неприятности, если вас накроют. Мне нужно было увидеть твои глаза и эту улыбку, которая сводит меня с ума. Принцесса. Маркос, я боюсь, что тебя кто-нибудь увидит, и с тобой случится что-нибудь плохое. Тебя правда это беспокоит? Конечно, глупый. Ты такой красивый в этой накидке? Всегда так улыбайся, всегда говори со мной так. Я способен перевернуть мир, если понадобится. Дорогой. Ана Верхиния, ты там? Давайте подойдем к этому по-умному. я вас слушаю. То, что у мужа любовница еще не повод, чтобы разрушать брак. Смотря какой брак. Возьмем Хосе Игнасио и меня. Мне вот, например, безразлично, что у него есть любовница. А вы современная женщина. Вы бы с этим не согласились никогда? Когда я выходила замуж, я знала, что у мужа была большая любовь. И кто был этой любовью вашего мужа? К несчастью, она ей остается. И вы знаете, кто это? Женщина, о которой вы сказали, что она не умерла? Точно. Даниэла Мартинес. Единственная женщина, которой удалось посмеяться над Хосе Игнасио. Несмотря на мою ненависть в глубине души, я ей восхищаюсь. Я пошел. Открой, Анна Верхиния. Это я. Иду, иду. Поторопись, там мой брат. Когда я тебя увижу? Не знаю. Анна Верхиния. Что? Иди. Наконец-то открыла. В чем дело? Ты спала? Да нет. Я пыталась уснуть. Что ты хочешь? Хочу поговорить с тобой. Видишь ли, кое-что произошло. Что? Что это было? Ничего, наверное, кот. Так что произошло? О чем ты хочешь поговорить? Видишь ли, что это? Ты пользуешься маской, чтобы уснуть? Не задавай столько вопросов. Что ты хотел мне сказать? Папа знает, что произошло между Карлой и мной. Наконец-то дома. Не думала, что все зайдет так далеко. Зашло туда, куда должно было зайти. и что теперь будет с августом? Не знаю. Будь что будет. Хоть мне больно, неважно. В любом случае, я не жалею, что пошла к Хосе Игнасю. Я бы снова это сделала, если бы понадобилось. Кстати, Перла, кто эта женщина, которая пришла с тобой? Виктория Герроро, моя подруга. Твоя подруга? Наверное, новая, потому что я ее не знаю. Ты же не знаешь всех моих подруг? Я была убеждена, что знаю всех. Скажи мне вот что, это правда, что Даниэла Мартинес жива? Кто тебе сказал? Хосе Игнасио Кентано. Он так сказал? Да. Именно так. Неужели Виктория Герроро это Даниэла Мартинес? Он увидел, когда мы целовались. Луис Энрике, ты сумасшедший. Как тебе пришло в голову сделать такое? Это произошло и уже ничего не поделать. Произошло. Теперь папа все знает. И что он сказал? Можешь представить. Что ты ему ответил? Я все рассказал, что мы были вместе за границей, что мы любовники. Ты сошел с ума. А что ты хотела? Пусть лучше знает. А мама? Нет, не думаю, что он ей сказал. Он знает, что я знаю? Нет. Я ему сказал, что было между Карлой и мной. А в конечном итоге это касается ее и меня. Луис, Энрике, я тебе говорила, но ты меня не слушал. И видишь, что произошло. Не знаю, что теперь делать. Луис, Энрике, сколько раз тебе нужно повторять? Карла, жена Хуса Игнасио, и папа все раскрыл. Ты ждешь, пока об этом узнают все. Что ты будешь делать? Как тебе пришла в голову подобная мысль? Неужели, Перла, подобная глупость? Как будто у нас недостаточно проблем. Так мы еще дадим ход к глупым сплетням. Ради Бога. Подруга, я сожалею, но твоя реакция заставляет думать, что я права. Виктория Герреро это Даниэла Мартинес. Значит, это ты упал, Маркос. Я слышал шум и не знал, что это ты. Вот это да. Пидорито, хватит смеяться, говори потише. Лучше держи лестницу. Что это? Боже мой. Ты что, не слышишь? Чего не слышу, Луис Энрике? Ты в порядке? Что? Ты в порядке? Ты слышишь странные звуки? Вот я и спрашиваю. Ты сошел с ума? Что это значит? Я упал, Маркос. Поторопись, а то нас все услышат. Нет, Луис Энрике. Там внизу кто-то есть, я уверен. Никого там нет. Внизу два типа, они хотят проникнуть в дом. Куда ты пойдешь? Это собаки или кошки? Очень хорошо. От меня мало что осталось. Также у меня нет настроения, потому что нет энергии. У меня нет желания врать и задумываться над словами. Карла, ты призываешь сказать правду. что уж, очень хорошо. Кто начнет? кто? Вы меня простите, но я настаиваю на том, что мне здесь делать нечего. Я так не думаю. По странной воле судьбы мы трое оказались втянутыми в эту ситуацию. Простите, сеньора Кентано, но мне кажется, что это только ваша фантазия. Все верно, Виктория. Я понимаю, что вы испытываете неудобства и в какой-то степени я разделяю ваши мысли, но... Черт возьми, как приятно узнать, что я одна в этой дискуссии. Карла, ты решил устроить сеанс правды, чтобы как-то это назвать. Ты считаешь, что сказать нечего? Во-первых, Иоланда, которая оказывается любовницей твоего отца. Потом Даниила Мартинес, вечная, никогда незабываемая покойница, которая воскресла и, полагаю, в любой момент может появиться в этом доме. Хватит, Карла. Простите, что я вас перебиваю, сеньор Кентано. Вы тоже простите. Раз вы попросили меня остаться, чтобы поговорить, я сделаю это. И если скажу что-то неуместное, очень сожалею. Могу я быть искренней? Прошу вас. Там двое мужчин, я видела. Минутку, давайте не будем делать поспешных выводов, может быть это соседи. Сеньори, ты разбойник, я уверена. Куда ты пойдешь? Посмотрю, что там происходит. Нет, не выходи. Они правы, нельзя выходить без оружия. Папа, нет. Она у меня здесь, я принес, когда услышал шоу. Нет, сынок, не ходи, вдруг выстрелят в тебя. Если увижу любое Луисенрики, спроси прежде чем стрелять, кто там. Нет, ты останешься здесь. Бегом, негритосик, поторопись, перестань смеяться. Ты скорее похож на пингвина, чем на Зоро. Оставь свои шуточки, лучше прибавь газу. Маркос, если нас поймают, то посадят в тюрьму. Это если поймают. Быстрее, Педро. Мама, что происходит? После выстрела больше ничего не слышно. Отойди от окна, это опасно. Какой телефон отдела происшествий? Убежали, как сумасшедшие. Их было двое. Выскочили на улицу. Боже, праведный. Найди телефон отдела происшествий. В кого стреляли? В кого попали? Попали в лестницу. Я увидел тень и не знал, что это. Лестница? Они хотели использовать лестницу, чтобы забраться в дом. Мария утверждает, что это не наша лестница, значит, они принесли ее с собой, чтобы совершить ограбление. Эти воры даже падали. Все кусты под окном измяты. К счастью, ничего не случилось. Разумеется, с вами. Я не желаю, оказалось втянутой в вашу частную жизнь и в ваши проблемы. Вы не станете отрицать, что у любой женщины на моем месте были бы основания сеньора. Раз вы попросили меня говорить, позвольте, я закончу. А после этого делайте, что хотите. Я не хочу, чтобы вы чувствовали себя и обязаны. Это не так. Но я была втянута в эту ситуацию, не задаваясь такой целью. Да? По чистой случайности? Карла, дай и закончить. Я могу говорить об одном. О любви. О любви между двумя людьми. Об этом чувстве, которое люди могут разделить. А они могут его разделить, потому что им так выпало. Потому что жизнь, судьба, Бог подарили им ее, чтобы ее жить, наслаждаться, чувствовать любовь всеми силами души. Нет ничего другого, могущественнее и сильнее настоящей любви. я точно это знаю. Вы пытаетесь сказать, что вы в кого-то влюблены? Я хочу сказать, что любовь это радость, доверие, счастье, а не открытое недоверие. Как вы меня простите, сеньора Кентано, ваша любовь? Очень легко говорить, когда смотришь со стороны. Единственное, что я могу сказать, сеньора Кентано, я никогда не стану заставлять кого-то любить меня. Однажды я испытывала нечто сильное и прекрасное к одному человеку. и он заставил меня поверить в то, что это было реальностью, в то, что это было настоящим. Я мечтала о жизни рядом с ним, мечтала о детях, но он сам постарался разрушить все то, что я чувствовала. Но я продолжала его любить и верить. что моя любовь для него самое главное.